Фактически мог дожить до третьей части, и при этом был и в первой, и во второй. Это, естественно, Гарольд. Но потому что Танди была слишком старая, это единственный персонаж. Хотя нет, не единственный персонаж, но один из немногих персонажей, который был и в первой, и второй части. Вот, и как-то херово у них получилось это сделать, потому что Гарольд, он вообще не похож на себя прежнего. Ну, про Жака Фреско рассказывает. Короче, у этих чуваков крыша поехала, когда они его нашли, они решили, что это бог какой-то. Естественно, как и все в этой игре, эти чуваки, для того, чтобы решить эту проблему, ждали кого-нибудь, кто доберется до суда. При этом стояли с пушками, пустили меня без всяких проблем, несмотря на то, что я работорговец и псих. То есть, я не знаю, приду, вот ту четверку, которую я распидорил недалеко отсюда, они бы тоже, наверное, пустили. В общем, придется нам сейчас какую-то наркоту пить. Ага, ну или не придется. Я, причем, слышу, что игра как бы продолжает идти, мне квест засчитывается, но... К сожалению, придется нам сейчас немножечко... Отвисло? Да ладно. Вот это поворот. Так, ну что, начнем тогда, начнем. Я твои зубы видел, чувак, когда все исчезло, я чуть не обкакался, давай. Чаша. Сейчас фонтан использовать нельзя. Ну, в общем, короче говоря, это пиписька Гарольда, то есть, он как бы пророс полностью, и вот, ой, хрен, вылез вот здесь, и теперь мы из нее пьем. Ну, это как бы и так понятно, то есть, судя по внешнему виду этого пенька. В первой и второй части Гарольд, все время еще у него очень прикольный смех, он и в первой и второй части был озвучен, насколько я помню, он, короче, вот так смеялся. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Здесь он, по-моему, вообще не смеется, только ноет. Ну, то есть, вот я ненавижу людей, которые раньше были веселыми, зажигательными, а теперь только ноют, и ноют, и ноют, ну, вы понимаете, о чем я думаю. Ну, а что, разве не бог, он же им дает еду, воду, кровь и защиту на пустошах, где ничего этого нет, и в помине. Слушай, ты только что навел меня на мысль, что да. Ну, это такой бог, знаешь, это все равно, что верить в то, что земля это огромная черепаха, и бог это вот черепаха. Ну, то есть, ты понял, что я имею в виду, да? Надеюсь. Потому что бог, он как бы не должен давать, он просто, я не знаю, короче, чего мне убер-маргинал вызывать, что ли? Сейчас давайте позвоним и спросим, если он доступен. Я знаю, что не все любят убер-маргинал, но раз уж пошла такая пьянка, раз человеку заботился Флаффи Мази, которого я никогда не любил этим вопросом, то если сейчас он ответит и сможет объяснить мне ситуацию, то тогда... Я просто не могу сейчас точно сказать, моих познаний в религии не хватает, чтобы правильные какие-то осуждения... Прогнать вам тут. Теперь у меня... Просто от этого как бы зависит весь квест. Убивать бога я не хочу, потому что... Но это как-то слишком... Необдуманное, что ли, решение. Нет, его нет. Ну, жалко, жалко. Так что придется действовать по наитию. Считать это культом тоже не получается. Понимаете, секта, особенно тоталитарная какая-нибудь, она основана именно на культе. И там, по сути, ты не можешь ничего получить, потому что, как бы, тебе ничего, кроме веры, взамен не дают. А этот, как бы, он все-таки серит деревьями и писает соком священным. Тут другое дело. Но, с другой стороны, распространить, вот... Распространить все это дерьмо по всей пустоши. Как верование. То есть, если бы они просто понимали, что это плодоносищее дерьмо, и нормально к этому относились и жили вокруг него, это было бы лучше. Потому что они же какую-то базу под это подвели. Human Cannonball, спасибо за подписку. Ну, не знаю, не знаю, это спорное, короче говоря. Я просто понимаю, что это существо мучается, и оно ни хрена не страдает, там, за грехи или еще что-то. К тому же, оно мучается, потому что его отвратительно прописали сценаристы Bethesda. И это ужасно. Кто слышал старого Гарольда, тот понимает, в чем дело. Впрочем, он по-прежнему старается смеяться, как я вам показывал. Что-то от старого Гарольда у него осталось. Что-то от старого Гарольда у него осталось. Ну, это бред. Так, так значит, ты застрял внутри. Я начинаю подозревать, что ты не всегда был таким. Ну, понимаешь, я буду быстрее это озвучить, потому что он очень долгий. Понимаешь, раньше Боб катался у меня на голове, его корни прямо внутрь уходили. Понимаешь, но в конце концов он перерос в меня, а потом так вышло, что я оказался внутри. Каким образом у тебя из головы начало расти дерево? Это было давным-давно, я уже и забыл, когда. Мы с ребятами разведывали какую-то военную базу, кажется, она называлась Марипоза. Мы нашли, да... Мы сошли довольно глубоко внутрь и нашли странные чаны, полные этой зеленой липкой дряни. Как раз, когда собрались уходить, последнее, что я помню, при тем, как вырубиться, как мы... Мы его товарищи у ранее. Ну, это то, что я вам рассказывал. В принципе, я ничего и не перепутал в этой истории. Просто раньше он это рассказывал прикольно. И, ну, типа, если я буду опять-таки проходить первую часть, то этот рассказ будет совсем по-другому. То есть это не унылые двухстрочные какие-то высеры бесезды. Типа, ну, мы были там, и мы были сям. Он там реально прикалывается. Конечно, куда всадить тебе пулю в голову или пониже пояса? Надеюсь, ты сделаешь так, как хочет Гарлетт. Это не Гарлетт, это его китайская подделка. И как мне тебя убить, ты же дерево. В последнее время чувствую немного разрастать, скажу, что Бог немного растащил мои внутренности. Я пролистаю это. В общем, смотрите. У него... В чем заключается квест? Ты выходишь из этой грядки, и тебе подходит бабка и мужик. Бабка, по-моему, хочет, чтобы он жив остался и... Или наоборот, умер. Ну, короче, один из них хочет, чтобы умер, другой, чтобы жив остался. И предлагают тебе либо спуститься вниз, и его дерево там... А, нет, короче, бабка хочет, чтобы никто на пустошах не узнал о том, что существует такое дерево. А мужик, наоборот, хочет, чтобы все узнали там. Ну, или наоборот. И они хотят, чтобы ты смазал его дерево для разрастания, или наоборот, увядания. А у него реально... Сердце, точнее. А у него реально сердце в обычном донжоне обливионовском растет, и там 4 болотника его охраняют. Ну, это такое. Вот. И есть еще вариант самому там прийти и выполнить просьбу Гарольда, то есть убить его и избавить от мучений. Но это как бы ни хера не моральный выбор, потому что если ты ему сердце либо останавливаешь развитие, либо наоборот, то после этого он говорит, ладно, да на самом деле я реально хотел жить, и это я просто... Минутная слабость была. А если убиваешь, то убиваешь, и все. Хочешь умереть, гони крышки. Ладно, я это сделаю. Ладно, прощай. Давайте узнаем, как его зовут. Я Харальд. Старый добрый Харальд. Изи, Токека. Спасибо за подписку. Она была как нельзя кстати. Мне было тяжело это делать. Так, 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 так. Это в какой-то степени сделка с совестью, ребят. Что поделать? Выбора у меня не было. Гаральд хотел умереть. Болотники. Болотники внизу. Это то, чего мне не хотелось. Что поделать? Всегда есть моменты, когда мы теряем друзей, приобретаем. На самом деле, вы даже не знаете, сколько, как я люблю этого персонажа. В первой части особенно он классный. Ну, что поделать? Что поделать? Такова жизнь. Все. Ну, ладно. Что загрустили-то, ребят? Что приуныли? Давайте это. А то я смотри, что-то в чате приуныли. Думаю, передать тебе немного боезапаса. Ты все уже расстреляла, что ли? Ты что, шутишь, что ли? Как ты так орубит? Как ты так живешь? Патроны-то. У тебя до 700-х было-то вообще, что ли, отбитая? Так, ладно. Ну, видите, ты квас засчитала. Так, по следам. Найти убежище. Помощь изгоем. Надеюсь. Этот DLC-шки 3. Ну, все. Последний квест остался. Он начинается здесь. Погнали, ребята, выполнять последний квест. С тяжелым сердцем, конечно. Ну, что поделать. Кого из персонажей прошлых частей ты хотел увидеть в следующем? На самом деле, фишка-то в том, что... Как бы... Как бы мне не нравились первые две части на богатых таких...